Добрый день! Сегодня мы посмотрим на интересную модификацию стандартного кубика Рубика. Называется Circular 3x3 Cube от компании Sengso. На коробке мы видим изображение головоломки, название. Вот здесь обычно должен быть код товара, так что я подозреваю, что это он. Хотя ранее в другом формате было 7950A-1. Видимо что-то поменяли. Открываем. Размер со стандартную трешку. Сравним поближе. Ну чуть больше, чем MS3 V1. И такой слегка выпуклый кубик, чуть-чуть буквально. В коробочке есть инструкция. Я собирал без нее, но позже посмотрел и там есть интересный момент, который дал мне больше понимания об этой головоломке. В чем особенность этой трешки? Ну, в наличии вот этого круга. Если мы чуть-чуть сдвинем, то видим, что вот эти вот дополнительные элементы зафиксированы. Да и как, впрочем, и центры. И центры у нас не вращаются. Ну, можно все вернуть на место. Ранее уже компания Sengso выпускала Crazy Megaminx, в котором был такой же принцип работы. Но назывался он почему-то Crazy. А это циркуляр. Есть еще Tetrader Magic Tower с таким же механизмом, но о нем мы поговорим в другой раз. Здесь принцип такой же. Crazy Megaminx, циркуляр 3х3. А поскольку Crazy Megaminx у меня легко собрался, поэтому я подумал, что с трешкой проблем не будет. Да, действительно так и было. Легко собралась. Ну, давайте для начала сравним с похожей головоломкой. Даян и МФ-8, Crazy 3х3. Многим похоже, но понятно, что у Даяна есть еще вот угловые элементы на центральном кружке, вот на этом. И у Даяна 8 планет, в которых есть центры, которые не фиксированные, а есть, которые фиксированные. Из-за того, какое количество фиксированных и не фиксированных центров у конкретной модели, и есть 8 различных конфигураций. Вот я достал Юпитер, у них у меня в наличии все, но некоторые я даже не распаковывал, когда-нибудь отдельно про них расскажу. Юпитер. Главы дополнительные, здесь на их месте отверстие. Ну и также на циркулярном кубике все центры фиксированы, что упрощает сборку. Вращается кубик, вполне приятно, естественно, без магнитов. Ну, чуть поаккуратнее надо, чтобы эти дополнительные элементы не вылетали. У меня пока проблем не было, несколько раз уже собрал. Центральные элементы требуют того, чтобы кубик собирался более аккуратно. То есть я сначала продемонстрирую, как собирал сам, а потом, как последний слой, можно собирать, наверное, быстрее. Хотя тут как посмотреть. Подробное обучающее видео, конечно, сделаю, но как-нибудь позже. Первым делом, ну, если начинать с белого креста, нужно вот эти вот центральные элементы совместить с цветом центра. Красный, синий, оранжевый, зеленый. Этот шаг вроде бы незначительный, но про него можно забыть, и потом будет грустно. Дальше. Собираем крест, ну, как на трешке, на обычной, только делаем некоторые лишние движения. Ну, к примеру, вот у нас бело-оранжевое ребро, и оно стоит почему-то у красного центра. Если мы будем перемещать, то мы переместим вместе вот с этим элементом, а этого делать нельзя. То есть нужно бело-оранжевое ставить сразу туда, куда нужно. Поэтому поднимем наверх, и попробуем переместить сюда. Перемещаем, но из-за того, что центры фиксированы, белый вот этот элемент остался на месте. Не повезло, ну, и не должна была. Как же надо поступить? Нужно взять белый элемент, который должен стоять рядом с желтым центром. Отведем пока ребро в сторону, поднимем, объединим и опустим. Все достаточно нехитро. Ну, в некоторых случаях, к примеру, вот таких, можно делать движения более короткие. К примеру, так. Ну, а в общем случае, поднимаем центральный элемент вверх, к нему подгоняем ребро, объединяем и опускаем вниз. Вот у нас уже три уса креста есть. Вот у нас бело-красная. Поднимем вверх. Вот белый элемент. И объединяем. Крест готов. И сложности пока здесь закончились. Дальше два слоя можно собирать любым способом, но, наверное, кроме ромашек. Я, если честно, не пробовал, так как метод абсолютно неэффективный. Давайте сейчас попробуем. Они разворачивают в центре. Возможно, здесь будут какие-то проблемы. Ну, вот так. Обычно их то ел. Здесь вполне работает. Ничего не нарушает. За центральными элементами можно не следить. Давайте три пары соберем. Так. Ну и отдельный уголок. И попробуем использовать трицикл. И видите, центральные элементы сместились. Ромашки даже здесь не пригодились. Хотя, где-то они нужны. К примеру, на бандажных каких-то моделях, сиамских кубах можно использовать. Ну, а значит, придется чинить. Ставлю ребро. И ребро под элемент. Поставил оранжевое ребро на место. Восстанавливаю пару. И это ребро загоняю нормальным способом. Первые два слоя есть. Олл я тоже проблем не заметил. Легко решается стандартными способами. Ну и веселье начинается на PLL. Что здесь особенного? Если мы прямо сейчас выполним алгоритм, который решает этот Uperm, то у нас сдвинутся вот эти центральные элементы, боковые. И будет некрасиво. И многие алгоритмы, которые я не рекомендую использовать на шипмодах 3х3, типа Fischer, Куб, Мельница. Процент разворачивает. Здесь также будут приводить к плохому результату. Можно, конечно, использовать аналоги. Но я их обычно не запоминаю. Поэтому и вам не советую. Ну, проще просто взять и собрать по методу для начинающих. Важный момент. Я, как и в Мегаминксе, сначала ставлю вот эти вот элементы по своим местам. Ну, так совпало, что оно уже красиво. И после чего обычной лямбдой переставляю остальные ребра. Это стоит на месте. Если мы сделаем лямбду, то ребра вот эти переместятся по часовой. Правую лямбду, естественно. Да, и вот. Все стало хорошо. Ну и после чего можно спокойно переставить углы по местам. Алгоритмы переставляющие углы все работают. То есть и оба Аперма, и терминатор. Все здесь хорошо. Ну, вот так вот собираю я. Вместо лямбды можно, конечно, использовать семерку. Как и в методе для начинающих для кубика 3х3. Ну, и я взял лямбду, потому что ей я начинал собирать Крэйзи Мегаминкс. А так, если мы сделаем семерку. То у нас тоже ребра будут перемещаться по часовой стрелке. А вот эти элементы оставаться на местах. Единственное, что в конце вот этот доворотуштрих делать не нужно. Ну, и вот у нас по часовой стрелке все переместилось. Если делаем еще раз. переместиться. Ну, и третий раз, чтобы вернулось на место. Вот так. По идее, этих знаний достаточно для того, чтобы собирать кубик в любом случае. Но можно сделать как? Давайте я перемешаю кубик вновь. Быстренько его соберем. И попробуем совет из инструкции. Покажу. Такая вот не сильно большая. Тут много шагов. Большинство из них бесполезные. Так как просто к трешку собирать рассказывают плохим способом. Но в конце вот есть ситуация, которая позволяет переставить отдельно центральный элемент верхнего слоя. А это стандартный алгоритм, который разворачивает центр на 180 градусов. Для шейфонов тоже используется. РУ, Р'У пять раз. И сейчас я продемонстрирую, как им можно пользоваться. Собираем снова крест. Уже чуть быстрее. FPL. Быстро, но аккуратно. Что-то я слегка ошибся. Не тот алгоритм сделал. Ну, в итоге вот. И пять. Ситуация неудачная. Неудачная ситуация. Ну, давайте мы будем делать так, чтобы мы не обращаем внимания на центральные элементы. Делаем как в методе для начинающих. По трёбру стоят. Делаем семерку. И после чего собираем углы. То есть просто делали сборку методом для начинающих, не обращая внимания вот на эти элементы. То есть как обычную трёшку. И теперь нам нужно переставить. Я вот сколько сборок сделал, есть только одна ситуация, если это не так, поправьте. В данном случае есть необходимость переставить, ну, напротив элементы. А это можно сделать РОР'У пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. И элементы все ставили на места. То есть можно собирать кубик, не обращая внимания на положение вот этих элементов, начиная с креста. Но главное собирать методом для начинающих. То есть где у нас рёбра и углы по отдельности собираются. И не использовать Юпермы. Юпермы разворачивают. Если я сделаю сейчас Юперм. То увидим вот такую вот ситуацию. Куча всего нарушилась. И теперь это нужно чинить. Починим. Можно было, конечно, алгоритм в обратную сторону открутить. Ну, я хочу показать ещё другой способ. Возможно, некоторые замудрённые ООО-лгоритмы и в ТОО тоже будут в центре перемещать. Поэтому я использую наиболее простые. Дальше. Пять методом для начинающих. Два ребра. Делаем семёрку. Так. И вот остались уголки. В данном случае элементы сами встали на свои места. Поэтому я смоделирую такую вот ситуацию. И, как вы видите, я делаю другой алгоритм. Вместо RU, R'U пять раз. Можно просто сделать два Теперма. То есть, получилась в конце у вас такая ситуация. Делаем два Теперма. Этого в инструкции не было. Ну, я провёл нехитрую аналогию со сборкой шейп-модов. Делаем Теперм. Один. Видим, элементы переставились. И вот эти вот центральные сдвинулись против часовой стрелки, получается. Делаем ещё раз Теперм. Основные элементы. Но восстановили своё положение. Ну, и дополнительные встали тоже по местам. Вот такая вот нехитрая головоломка. Ехала она вместе с Тетрайдром и Пирамидкой от Мою чуть ли не полгода. Заказала ещё в декабре. Понимаю, что свежесть новинки сомнительная. Но вот я её только что получил. Несложная головоломка. Есть над чем подумать, если вы собираете подобное первый раз. И у вас можно поискать какие-то интересные решения. На этом у меня всё. Всем спасибо. Всем пока.